Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но еще раз скажу, что вот эта новость о том, что Бузова играет во Мхате, и вы знаете, еще раз скажу, дело ведь совсем не в том, что это Мхат, как говорят, не Чехова, а имени Горького, и это разные вещи и так далее, нужно четко понимать, для подрастающего поколения театр, это единственное место, пожалуй, которое в нашем мире, в нашем мире действительно осталось, куда ребенок идет с таким, знаете, затаив дыхание, какая-то сказка, магия, театральная жизнь. Еще раз скажу, я понимаю, что там много своего подковерного, мы говорим вот именно о восприятии детьми этого учреждения. Теперь, после того, как Бузова сыграл, речь не о Бузовой ведь, понимаете, когда мы говорим, четко нужно понимать, что мы говорим не о самой Бузовой, а о явлении, о том, что происходит с нашими детьми. Теперь ребенок идет, он как к театру относится? Сказка, это что-то, какая-то магия будет сейчас в этом учреждении, да? Куда мы идем, классом, например, с классным руководителем. А теперь как? Мы идем туда, где Бузова играет. Не важно, что не в их театре, не в их городе, в целом. Театры опустили до уровня Дома-2. Вот что сделано этим, ни больше, ни меньше. Театр достиг того уровня, когда можно не творчеством брать, не глубиной, а хайпом. По сути, театр стал шоу-бизнесом, Дома-2. Тем же самым, что занимается, чем занимается Милохин, Моргенштерн и так далее. Киркоров, когда делает с ними, значит, какие-то совместные записывает треки или еще что-то там, песни. То есть все, как правильно Соседова говорил, не творчество, а хайп. И театр всегда, вот российский театр, это многовековая история. Еще раз скажу, императорские ложи. Это многовековая история, когда люди приходили в театр как на праздник, одевались соответствующим образом. Все это просто уничтожается, с моей точки зрения. Понимаете, о чем я говорю, да? И вот этот поступок, вот это вот то, что сделано, это просто для огромного количества аудитории, подписчиков Бузовой. Это просто опустить театр, в принципе, как явление. Вот это с многовековой историей русское чудо. Понимаете, вот в чем самое главное. Потому что если молодежь понимает, что, значит, можно публиковать фотографии с голой жопой на фоне куполов храма, можно приходить в монастырь в драных штанах с голым пупком, да? А после этого тебя приглашают в столичный театр? Ну, так это все можно делать тогда. Вот в чем основная проблема. Не в Бузовой. Проблема в том, что делают с нашими детьми. И для чего это делается. Значит, пресс-показ состоялся чудесного грузина, которым играет Бузова. Многие и критики побывали. В интернете куча роликов, можете посмотреть. Я ни одного не увидел, где бы человек не смеялся. Значит, большего позора не видел. Возомнившую себя актрисой Бузов топтали в грязь. Сделал это, значит, исходя из публикации музыкальный критик Артур Гаспарян. Он побывал на этом пресс-показе. Вот что пишут. Накануне состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Ольга Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь. Самое интересное. Почему о Сталине? Почему это все вот так? Ни Баяков, ни Худрук, которого мы читали. Интервью, которое говорит, что она феномен, герой нашего времени. У меня ощущение, что там помешательство какое-то. Потому что он говорит, что смысл там, где Бузова. Я не знаю, как такое можно сказать. Но, еще раз говорю, приинтереснейший материал, рекомендую посмотреть. Я нашел, мне кажется, в чем причина. Там все дело в заместителе Худрука. Я почитал его небольшое интервью. Если вы узнаете, кто заместитель Худрука, вам все станет на свои места мгновенно. Я обязательно сниму этот материал. Посмотрите, следующий наверняка будет. Значит, музыкальный критик Артур Гаспарян посетил нашумевшее мероприятие. Постановка настолько впечатлила эксперта, что он даже назвал ее комедийной. Однако, ни одного теплого слова в адрес театра журналисты не услышали. Он высмеял ситуацию и отметил, что крайне доволен тем фактом, что МХАТ наконец-то достиг уровня Ольги Бузовой. Какие чудовищные слова в смысле того, чтобы понимать, что это случилось в нашей стране. По мнению специалиста, дива вовсе не певица, а шоу-вумен, которая подстраивается под обстоятельства. Он иронично относится к присутствию Бузовой на легендарной сцене, но все-таки полагает, что аудиторию, поющую ведущую, может привлечь. Артур Гаспарян выразил свою благодарность Валерии Лолите Милявской за то, что они отказались играть в скандальном спектакле. А напомню ранее, они заявляли, что им предлагали, но они отказались. Бузова на это сказала, что ну прямо-таки великие певицы предлагали, им они отказались. Почему-то все равно здесь я. Представляете, она даже на Милявскую Лолиту и Валерию поднаехала. Я ничего не буду говорить, я не скажу, что я большой любитель Валерии или Милявской, но все-таки это люди, прошедшие огромный путь. И хотя бы исходя из того, что это люди, прошедшие уже достаточно больший путь, и приобрели они известность, все-таки к каким-то нужно уважением относиться, мне так кажется, да? Когда говоришь о них. Значит, все дело в том, что не вдохновил критик и образ Осипа Сталина в спектакле. Он посчитал его чересчур романтизированным. По его мнению, главный герой может вызвать у зрителей лишь страшное недоумение. То есть, вы понимаете, все дело в том, что вообще странно, что случилось и почему этот спектакль появился. Ведь никто не задается вопросом. Понимаете, Бузова оттянула на себя все внимание. А почему у нас спектакль о молодом Сталине? Вы не задаетесь вопросом. Чудесный грузин. Почему у нас в наше время, нынешнее время, вы живите какое время вокруг? Ну, в каком времени мы живем, да? Какие события происходят вокруг? Почему происходит так, что спектакль, на который зовут Бузову, чтобы привлечь внимание общественности, о молодом Сталине? О молодом Сталине? Формирующемся? Который в будущем что будет делать, вы знаете? Это тоже огромный вопрос. И на это есть ответ. Ответ в заместителе худрука этого театра. Я вам обязательно расскажу, о чем я сейчас говорю. Значит, я считаю, что это вообще просто, это ужасно, это позорно, но говорить бесполезно. Знаете почему? Я считаю, что это целенаправленная абсолютно вещь, в которой вовлечены и Бузовы, и многие остальные люди. Это мое субъективно-ценночное мнение, мне так кажется. Поэтому, принимая во внимание, что это просто уничтожение ценностей идет, мое мнение, что то, что мы говорим, да, это правильно, мы говорим, мы транслируем, мы обмениваемся с вами, вы пишите комментарии, обратная связь, я их читаю, я снимаю. Вопрос в другом, в том, что мы говорим, мы понимаем, но идет, как мне кажется, просто уничтожение вот этих ценностей, которые всегда были присущи нашей культуре. Я по-другому не могу это назвать. Это мое мнение, и я считаю, что это именно так и есть. И это началось, недаром с театрами это происходит. Современник, проклава табаков. Вы сейчас скажете, там разное все, там просто возьмите во внимание, просто как культурный, культурный, кинематограф советский, театры, Гармаш ушел, Ефремов, вы знаете, проклава табаков, советский кинематограф, огромное количество, теперь кинематографа другое, Бузова, МХАТ и так далее. Чувствуете, вот немножко взаимосвязь какая-то между этими событиями есть. Ну, не знаю, друзья, напишите просто ваши комментарии, может быть я ошибаюсь глубоко. Было бы замечательно, если бы это было так. С вами был Будда Гришна, друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки, дизлайки. Напоминаю, что есть инстаграм, если у вас есть интересные новости или что-то нужно осветить в эфире, пожалуйста, пишите, присылайте. В том числе люди, кстати, стали присылать и какие-то сложности, если есть там в их городе или еще что-то, и хотят, чтобы это прозвучало. Шлите новости шоу-бизнеса также, значит, участвуйте в прямых эфирах, друзья. С вами был Будда Гришна, 20 раз я уже, по-моему, сказал. Всем пока, до встречи.